Употребление быстро растворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку вреда. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева проанализировали состав Доширака. В статье отмечается, что лапшу готовят из компонентов, которые не являются полезными, однако не приносят вреда здоровому организму. Если брать саму лапшу, ну это углеводы, то есть вред не больше, грубо говоря, чем от обычных макаронов или чего-то. Ну а что касается специй, которые там в пакетике, ну там единственная, в чем может быть проблема, это недостаточно очищенное пальмовое масло, именно недостаточно очищенное. Проблемой постоянного употребления таких продуктов может стать недостаток белков и жиров. Чисто психологическая иллюзия приправы, они активируют рецепторы, которые отвечают за вкус белка, за вкус мяса. У нас создается фальшивая иллюзия того, что мы мясо поили, но идея в том, что, в общем-то, белки нам необходимы для нормального роста и для нормального, скажем так, здоровья. Поэтому, да, естественно, какой-то белок первичный или вторичный нужно получать. Также существует убеждение, что входящий в состав глутамат натрия представляет серьезную опасность для организма. В зрелых помидорах глутамата натрия на порядок выше, раза в 10-15, чем, ну вот, в любой приправе. Его токсичность три раза ниже токсичность поваренной соли, ну то есть для того, чтобы получить острое отравление глутаматом натрия, надо его съесть в три раза больше, чем обычный поваренный пищевой, вернее, как она теперь будет называться, соли. Артем Тупичкин, Универньюз.